Прошу Душенову дать комментарий по ситуации с курдами в Сирии, а то ведь из сообщений СМИ ничего понять невозможно. Нам-то курды в Сирии союзники или нет? Или они американские союзники? Американцы последние два года пытаются с переменным успехом использовать курдов как свою пехоту. Если вы на эту карту посмотрите, то желтая это зона контроля курдов. Но на самом деле эта зона контроля многократно превышает те области, где исторически курды проживали компактно. Они там чуть ли сейчас, видите, если по площади посчитать, это желтую зону, чуть ли, понимаете, не треть Сирии контролируют. Хотя на самом деле, потом я вам еще одну карту покажу, конечно, изначально ареал обитания курдов в Сирии, он вообще гораздо меньше. Так вот, что происходит? Вот они взяли при помощи американцев город Монбидж. Вот он у вас там на севере еще обозначен в черненьком таком окружении. Он был окружен джихадистами, но курды с американской помощью сумели, значит, разблокировать и взять Монбидж. При всем при том, что это не курдский город вообще, это арабский город изначально был. А Эль-Хасакэль, это, значит, на северо-востоке Сирии, там город есть, половина которого это арабы. Сирийцы, которые поддерживают Асада. И там долгое время сохранялось, так сказать, такое шаткое, ну не перемирие, короче, сохранялся баланс сил. И вот вдруг, значит, где-то в середине августа, оттуда начали приходить известия о том, что, значит, курды разорвали перемирие с войсками Асада, и они штурмуют те кварталы, которые защищают арабы. Причем это противостояние, оно разрасталось. Кончилось это все тем, что 18 августа звено сирийских Су-24, это наши бомбардировщики, Су-24М-2. Вот звено два сирийских бомбардировщика, Су-24М-2, они 18 числа нанесли удар по Эль-Хасаке. Причем там находится и штаб американского спецназа. Американцы признают, что у них там на территориях, которые курды контролируют, находятся около тысячи спецназовцев. Они говорят, что это инструкторы, что они не принимают никакого участия в боевых действиях, что они обучают курдов и так далее. Ну, что там они принимают, не принимают, это понятно, да? Но вот тысячи американцев. Кроме всего прочего, там еще есть и контингенты спецназа, и из Великобритании, и из других стран. Это я все к чему говорю? К тому, что, значит, вроде американцы сказали, а вот мы бесполетную зону сейчас там установим, мы с русскими это все согласовали. Как только они это сказали, курды 22 августа объявили, что они вообще штурм, начнут штурм тех кварталов города, где находятся войска Асада. Но есть вопрос не менее важный, вопрос курдско-турецкий, который касается и Сирии, и Ирака. Потому что Турция граничит и с Ираком, и с Сирией, и все эти приграничные районы – это районы компактного проживания курдов. Так вот, утром 24 августа 2016 года турки и союзные им отряды сирийской оппозиции вошли в Сирию. Вот покажите нам карту. Они вошли в город Джараблус. Вот видите, он там на севере. А вот теперь посмотрите, зелененькая зона, это зона, я специально взял старую карту. Это зона, которая еще, может быть, какого-то 12 или 13 года. Она показывает области, эта карта показывает области компактного проживания курдов. Зелененькие, обратите внимание. Но вы вспомните прошлую карту. Насколько курды расширили ареал своего обитания. То есть, точнее сказать, не ареал, а обитания, а зона контроля. И ясно, что для турок это смертельная угроза турецкой государственности. И поскольку город Джараблус – он стратегический город на западном побережье Ефрата, ясно, что турки этого просто так оставить не могли. И главное для них было, чтобы этот город не попал под контроль курдов. И они своего добились. Вот они утром 24-го начали операцию, а к вечеру уже весь город был под их контролем. Продолжение следует...